Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я только что записала видео о своих покупках, а сейчас я расскажу вам, дорогие минималисты с юмором, ну и серьезные, конечно же, тоже приветствую вас на своем канале. Я расскажу вам о тех вещах, которые я не покупаю. Не покупаю уже очень-очень давно. И изначально у меня список из 25 вещей. Здесь на YouTube принято делать очень какое-то красивое число. 10, например, вещей, которые я не покупаю. 20, 25. Потому что если я сделаю видео 8 вещей, которые я не покупаю, никто его смотреть не будет. Но на самом деле в моей жизни наберется уже хорошая сотня вещей, которые я не покупаю. Но это настолько смешно уже мне рассказывать об этом, например, о журналах, которые я не покупаю, диски, которые я не покупаю, музыку вообще, которые я не скачиваю. Потому что я настолько, как мне кажется, продвинулась по пути минимализма, что это уже не серьезно рассказывать о подобных вещах. Я сегодня расскажу вам действительно о серьезных классных вещах, которые я не покупаю, которые, возможно, покупаете и вы, и вы задумаетесь, может быть, и вам они тоже не так нужны, как когда-то были мне. Я не покупаю духи. Несмотря на то, что я очень щепетивно отношусь к запахам, Я считаю, что лучше вообще ничем не пахнуть Но самое интересное, духи я не покупаю по двум причинам Первая причина, я никак не могу расхламить те духи, которые у меня имеются Это та ситуация, о которой я очень часто рассказываю Когда мы много чего-то покупаем, мы завтра, послезавтра лишаем себя возможности Пополнить свою коллекцию, как в моем случае, духов Пополнить свою коллекцию одежды, свою коллекцию гаджетов Вообще свой быт и свою жизнь пополнить чем-то хорошим, классным Что нам нравится здесь и сейчас Здесь и сейчас мне нравятся два аромата Я в них влюблена, но я их себе не могу купить Потому что у меня еще какие-нибудь 4 флакона Из тех 8, которые я, начиная записывать канал, решила расхламить Я смогла закончить только 4 флакона 4 у меня еще стоят целые И на самом деле я предпочитаю не пользоваться духами Потому что запахи меня раздражают Но вторая причина, по которой я не покупаю духи Я заметила, что либо ты должен на себя вылить Вот на самом деле, что пол ведра не преувеличивай этих духов Чтобы от тебя хоть как-то благоухало и пахло приятно Либо вообще этот запах не держится Я не чувствую этот запах не от своего мужа Который регулярно пользуется своим ароматом Я не чувствую запах от своих подруг Когда я с ними близко здороваюсь При помощи поцелуев и так далее Это принято То есть люди, которые даже пользуются духами В итоге этими духами не пахнут По большому счету мы выбрасываем деньги на ветер Я не покупаю средства для уборки Здесь я останавливаться не буду Я об этом часто говорю Чем я убираюсь? Я убираюсь, ну во-первых, тем, что у меня есть И вообще я за концепцию Одно средство вместо Я, например, пришла к выводу, что прекрасно Средство для посудомойки Либо средство для ручного мытья посуды Прекрасно мне и стирает белье И им я могу убирать квартиру Это для меня универсальное средство Поэтому средства для уборки промышленного производства Которые к тому же еще могут быть не так безопасны Как всем бы нам хотелось В особенности, если мы маленьких детей имеем в доме Я больше не покупаю Гаджеты на кухню Кто смотрит мой канал давно, знает, как я радовалась Приобретению соковыжималки Что еще я себе купила в прошлом году Что еще я себе купила Что вы думаете? Я записывая канал в прошлом году На своем гречном марафоне Жала соки потом Что-то там еще делала Я, кстати, забыла, искренне забыла Что я еще купила Даже показывала, делала на это обзор Центрифугу и что-то было еще И я не пользуюсь больше этим Пластика рассохлась Я один раз достала соковыжималку Посмотрела на эту мутную пластику И убрала Мне показалось, что я не хочу пить сок из такой пластики В итоге все эти машины стоят Занимают место Они очень-очень тяжелые Эти два гаджета И, в общем-то, эта точка окончательная и жирная Я уже до этого говорила Что я настороженно отношусь к гаджетам на кухне Миксеры и все остальное Это все сложно мыть Проще вилочкой размешать Проще руками что-то выдавить, если тебе нужно И вот эти два гаджета, которые я купила в прошлом году В итоге я ими не пользуюсь И, наверное, даже и не буду Соответственно, да Гаджеты на кухне Это то, что я не покупаю Одежду на выход Какие-то вечерние варианты Платья и так далее Во-первых, я не представляю, когда у меня с мужем Представится возможность сходить в театр Либо просто вечером в ресторан Я очень хорошо помню, когда я последний раз Надевала платье в пол Вечернее платье Куда мы с мужем ездили Но, думаю, повторюсь Такая возможность представится не скоро Когда-нибудь, возможно, на свадьбу своих детей Я снова надену платье в пол Но я также являюсь человеком Который считает, что можно собрать вечерний образ Из той повседневной одежды, которую мы имеем Благодаря аксессуарам Благодаря прическе Благодаря макияжу Все может заиграть на самом деле Совершенно иначе Вообще, я женщина, которая очень любит Как когда-то, все время забывая имя этой актрисы Вышла на красную дорожку В юбке и в мужской рубашке Ее очень много критиковали А в итоге этот стиль стал очень популярным Я тоже считаю, что если ты наденешь черную юбку Карандаш и белую рубашку Даже мужскую Позаимствовав его своего мужчины Накрасишь ногти красным лаком Сделаешь красные губы Реснички подведешь Глазки чуть-чуть растушуешь темным С макияж очень плохо смотрится при дневном освещении Но такой макияж очень хорошо смотрится при вечернем освещении Соответственно, тебе не нужен вечерний наряд Ты будешь очень хорошо и красиво смотреться Да, одежду на выход я не покупаю Не вижу в этом смысла И также не вижу смысла в том, чтобы купить одежду на выход Когда ты надеваешь ее один раз И, соответственно, больше ты ее не носишь Еду впрок Тоже я много раз рассказывала Как раньше я считала и была уверена Что это как раз-таки основа моего осознанного и разумного потребления Основа моей экономии, семейного бюджета Когда ты что-то видишь на скидках Какие-нибудь сухарики, полезные галеты безглютеновые Все что угодно Это может быть оливковое масло, например Все полезное Мы берем только полезный сегмент Ты это видишь все на скидочках и думаешь Сейчас я куплю всего по 10 упаковок Нет, по 20 куплю, потому что цена хорошая И, соответственно, ты берешь впрок Потом либо ты это не ешь, потому что уже меняется твой вкус Либо ты просто больше не хочешь Либо ты столько не можешь съесть А срок годности истекает Соответственно, еду впрок я больше не покупаю И могу сказать, что это, опять же, основа очень хорошей экономии Не покупать еду впрок Потому что, когда у тебя есть впрок что-то Например, печеньки, например, шоколадки Да все что угодно Это, опять же, может быть, сегмент какой-то полезной еды Когда ты хочешь это поесть У тебя всегда есть И ты кушаешь это Соответственно, ты потом снова выполняешь свои запасы А когда этого нет, ты просто разводишь руками и думаешь, ну, сегодня мне захотелось, не знаю, оливки из баночки достать. А оливки в баночке стоят на полке в ближайшем супермаркете. Ну, ты пожимаешь плечами, соответственно, либо пальчишко накидываешь и побежала за оливками, но, скорее всего, как любой разумный человек, тем более, как мама троих детей, ты остаешься дома, не ешь всего этого, какие-нибудь 3 евро остаются в твоем кармане, то есть оливки ты не покупаешь. Абонемент куда бы то ни было. Я против спортзала, много раз рассказывала почему, хотя со своим мужем я познакомилась в спортзале, а против спортзала, кстати, очень многие зрительницы мне пишут, что я не права, я соглашусь. Для кого-то, действительно, спортзал – это место, где люди занимаются. Например, для моего мужа спортзал – это место, где он занимается. А для меня спортзал всегда был местом, куда мне было лень идти и откуда я очень долго, точнее, куда я долго собиралась, долго добиралась. Потом вещи приходишь, тебе нужно их достать, посушить, разложить, в стирку выбросить. Ну, в общем, для меня это была сплошная морока. К тому же я к спорту отношусь очень настороженно. Я предпочитаю раз в месяц пробежаться и думать, что, в общем-то, с моей спортивной нагрузкой все в порядке. Поэтому для меня лично абонемент в спортзал – это пустая трата денег, пустая трата времени, которую я потом, чтобы оправдать эти траты на абонемент в спортзал, должна была, в общем-то, как-то свое время туда инвестировать, в этот спортзал. Ну и вообще, мы поняли в семье, что абонемент куда бы то ни было. На автобус абонемент, вот мы недавно покупали в Акваландию, это парк развлечений. Если ты покупаешь на три входа абонемент, а у нас большая семья, для нас это существенная экономия, то, соответственно, тебе билеты получаются гораздо, прямо-таки гораздо дешевле. Но проблема в том, что потом тебе либо нужно туда ехать, чтобы выходить все эти абонементы, а ехать не хочется, есть что-то более интересное, более важное. Либо элементарно, погода не позволяет, очень холодно. И в Аквапарк, вот как было в этом году, мы не поехали в третий раз, потому что погода уже не позволяла, и с моря нужно было уезжать. У меня также был случай абонемента в автобусе, еще когда мы в Италию приехали. Я рассказывала, что я очень полюбила транспорт общественный, и выбора у меня не было, потому что у меня здесь не было машины долгое время. Соответственно, я ездила на автобусе часто. Когда Егорка пошел в сад, я купила себе абонемент месячный, чтобы ездить в Паду, ну, конечно же, по магазинам гулять. Что еще можно делать в Паду? Только по магазинам гулять. И, в общем-то, этот абонемент я тоже старалась оправдать, посчитав, сколько мне будет стоить поездка, и сколько мне стоила поездка без абонемента. Я вот старалась ездить, ездить в Паду, и поняла, что я столько не наезжусь в Паду. Абонемент, да, он гораздо дешевле, закладываясь на то, что мы будем ездить определенное количество раз, но в итоге тоже абонемент на автобус был не мой случай. Журналы я себе сюда написала, здесь даже останавливаться не буду. А, вот почему я, кстати, написала журналы. Я по весне стала делать формат обзор глянца, обзор журналов. И хорошо делать обзор глянца, обзор глянца хорошо делать, когда ты где-то в кафе сидишь и не покупаешь эти журналы, потому что, ну, на самом деле, всего не купишь. Но самое интересное, что в кафе-то я перестала ходить, я только водичку теперь пью. Иногда свежевыжатый сок, и то не всегда мне его хочется, тем более у меня своя соковыжималка стоит. Зачем мне за 3 евро сок покупать? У меня, я на 3 евро могу литр сока отжать из апельсинов, купив 3 килограмма апельсинов по килограмму за 1 евро. Что-то я загнула прямо-таки, ну да, такие цены здесь в Италии. Ну вот, я, в общем-то, поняла, что в кафе я не хожу, а журналы мне не достать негде. Я стала их покупать на обзоры. И вы не поверите, я поняла, опять же, как человек, который сейчас ведет свой блог, который очень внимательно относится к маркетингу и к рекламе, я поняла, что вот на меня смотрит одна реклама. Даже статьи, которые я читаю, я вижу в них заказ. Заказ со стороны Луи Войтона было очень много. По весне я даже обращала на это внимание прямо-таки реклама Луи Войтона и рассказ о кроссовках Луи Войтон. И, соответственно, в следующем номере опять реклама, реклама Луи Войтон и рассказ о малой сумке Луи Войтона. Это не что иное, как заказные статьи. Все это покупается, все это продается. Место в журнале тоже может продаваться. И если раньше мы думали, что реклама – это только визуализация продукта, то сейчас реклама – это и рассказ об этом продукте. Поэтому журналы я перестала покупать. Я поняла, что мне даже, создавая контент о глянце, нечего обозревать, потому что, на самом деле, никаких новостей, никаких каких-то интересных съемок там тоже не было. Сколько времени? 10 минут. Последнее назову. Это будет девятая вещь. Девятая вещь, а в остальных вещах расскажу тогда уже в следующем видео. Это декоративная косметика. Когда я стала блогером, я решила, что я уже рассломила свою декоративную косметику. Все, что осталось, это осталось только для Хэллоуина, для детей. Но потом я поняла, что нужно мне поярче выглядеть, конечно. Но я поняла также очень простую вещь, что декоративная косметика – это то, что, в общем-то, проверено даже не годами и не десятилетиями, а тысячелетиями. Это карандаш для глаз, это карандаш для бровей, который всегда существовал испокон веков. Это тушь, которая, возможно, появилась сравнительно недавно. И помада, все. Все остальные вещи, они совершенно не нужны женщине. Они не нужны даже женщине-блогеру, потому что я рассказывала, даже есть видео на канале, где я наносила тональный крем, который мне было жалко выбросить. И мое лицо было вот такое, прям как фарфоровое. Во-первых, и руки отличались очень сильно, и шея отличалась. Но самое главное, у меня лицо было прям ощущение маски. Когда я пыталась наложить румяну, у меня было ощущение, что я перед записью видео час бегала, и у меня румянец появился на бледном лице. И в итоге макияж, даже если ты его очень хорошо делаешь, на это нужно время, нужно время, чтобы научиться. Я поняла, что декоративная косметика это то, что я больше покупать не буду, кроме туши, потому что тушь сохнет. А всего остального мне хватит очень-очень надолго. Но самое главное, во всей огромной этой гамме предлагаемых бьюти-продуктов, мейкап-продуктов, просто нет нужды ни у меня, ни, я думаю, что у среднестатистической современной женщины так же. Ну что ж, дорогие зрители, такие вещи я не покупаю. Но там в списке еще много всего интересного осталось на следующее видео. В нем и увидимся, в нем и поздороваемся. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.